Дарья Норкина Директор Лайф Плюс Президент Паркава Добрых Дел Анна Воронова Региональный директор Мисс Россия Васюмина Варвара Директор Красотюмени Мисс Урфо Елена Вершкова Имиджмейкер, стилист И просто красивая женщина Итак, дорогие друзья Сегодня условия Конкурса простые Каждый участница выходит Рассказывает вкратце о себе Если есть творческий номер Показывает Жюри имеет право задавать вам вопросы Итак, первая выходит на нашу сцену Муфтахова Виктория Добрый вечер, дамы и господа Меня зовут Муфтахова Виктория И мне 16 лет Я ученица 10 класса Школы 89 С перевозом греческого Мое имя обозначает победа И я считаю, что я ее достойна Ведь я искренний, добрый человек Вскоре уступает Новый год Всемирный любимый праздник И сегодняшний подарок Который я подарю вам Дорогие дужери Это Они связаны с Новым годом Можно? Все Я просто очень переживаю Это первый конкурс, в котором я участвую И спасибо вам за такую возможность Это не взятка Это сделано своими руками Кто-то покупала своими руками, если вы уже? Так, все, да? Поаплодируем участницу номер один Она выполнила свою миссию Порадовала жюри На сцену выходит Вторая участница Левчук, Алена Встречаем, встречаем Поддержим Готова? Прошу Здравствуйте Меня зовут Левчук, Алена Я участница конкурса «Просать умение» Мне 16 лет Я учусь в 5-й гимназии В 10-м классе С самого детства я любила литературу И помогать животным Я являюсь волонтером фонда помощи Бездомным животным по теряшке А на данный момент еще и куратор горячей линии Я предпочитаю русскую классику В основном драматургию Также я посещала стрип-пластику на протяжении года Закончила курс юного журналиста И являюсь участником школьного совета старшеклассников «Вега» Все, я приготовила для вас небольшие подарки Это сборники стихов и открытки с изображением наших животных А сами не будете читать стихи? А я буду читать Понятно Давайте еще раз подробно Алена, подожди, а теперь можно? Да Алена, ты вообще как там занимаешься в потеряшках? Я занимаюсь в 12 лет Меня туда привела мама Сначала я просто ходила на акции, раздавала листовки Потом уже вместе с мамой ездила на кастрацию животных Ну и сейчас курирую горячую линию У тебя есть какой-то животный дом? Да, у меня есть пекинез лёлик Также периодически мы берем каких-то животных на передержки Спасибо Почему я сегодня не в жюри? Любительно А на финале таких подарков уже не будет, да? Нет Жалко Девочки, еще раз я вас спрошу Кто подготовил подарки Пожалуйста, вы читайте Для пятого члена еще не складывайте Потому что Анна, когда придет, мы это все передадим Спасибо Я читаю вам повесть о малышей и собаке Из скользкой старой подворотни На улицу пролез щенок Такой же точно, как те сотни детей, кто в мире одинок Малыш, превозмогая голод, краюху хлеба достают Щенок, отрягиваясь в холод, хромая медленно идет Малыш протягивает булку, что в плесени уже стригла На сером мрачном переулке кружится вьюга и фурга Присясь от холода, ослабший, он смотрит преданно в глаза А взгляд щенка, так жизнь уставший, наполнит вязкой слеза Он с благодарностью зубами отхватит черствой булки край Малыша вмешившими губами щенка целует, на, кусай Тот искренне, хвостом виляя, оближет булыша всего И день за днем он проживает, все больше стал любить его Они, как братья-одиночки, одна судьба у них, одна Щенок ночует в грязной бочке, малышка чует в детдомах Малыш, украв столовой булку и спрятав утром под кровать, как ночь На старом переулке щенка больного будет ждать Щенок живет от встречи к встрече и преданность свою храня Как наступает тонкий вечер, ждет, замерзая и любя Щенок навряд ли понимает, что бегает за ним беда Любовь ребенка согревает собачью душу в холода Прошел февраль, весна настала Щенок подрос и стал большим Теперь и булки не хватало, что на асфальт малыш крошил Так каждый день они встречались, как только все ложились спать Они друг друга улыбались, а улица была и мать Малыш пришел однажды позже Он звал его, иди ко мне И чувство непомерной дрожи его наполнило извне Покрыта кровью вся дорога Лежит безжизненный комок Очнись, мой сладкий, ради Бога, мой милый, ласковый щенок Он плакал в голос рядом стоя Всю ночь провел в обнимку с ним Их было в этом мире двое Теперь остался он один Спасибо большое, друзья Участливая программа 3 Тибуа Анжелика Тибуа Добрый вечер, меня зовут Тибуа Анжела Я учусь в юбилественном институте На третьем курсе в кафедре семейки кадастра В будущем собираюсь заниматься по своей профессии Работать кадастровым инженером Я люблю готовить, поэтому мой подарок связан с кулинарией Также скоро Новый год И еще я люблю делать подделки разные, своими руками что-то творить И вот сейчас я вам приподнесу мой подарок Для еды здесь слово Аплодисменты, замечаем Валерий Анжелика, вы еще будете что-то делать, да? Для творческого номера А давай мы потом творческий номер все подряд оденем Сейчас вы представляете себе подарок Отлично, хорошо И вот так, внимание, участие за поднажем 4 Рамазанова Рушана Включаем, аплодисменты Добрый вечер, меня зовут Рамазанова Рушана, мне 23 года Я интернет-кафедра госпитальной терапии Тюменского медицинского университета В дальнейшем я планирую стать спортивным врачом В свободное время я провожу с друзьями и с семьей Они моя опора и поддержка Мой подарок, так как я медработник И сейчас эпизод ОРВИ Ну, период ОРВИ Я хочу подарить вам по маленькой баночке меда Мой отец занимается пчеловодством Вот, разрешите подарить вам мои подарки Рушанка, подожди, а почему ты хочешь быть именно спортивным врачом? Почему именно такое направление? Я хочу стать спортивным врачом Потому что мне нравится сам спорт Я уже была на соревнованиях со спортивными врачами Мне нравится эта динамика Мне нравится это экспресс То есть нужно быстро помочь А, вот Спасибо Я думал, что сейчас прививка для всех будет Только для жюри, да? Еще раз поаплодируем Хорошие подарочки Участница под номером 5 Синякович Марина Добрый вечер, меня зовут Синякович Мария Мне 20 лет И я учусь в МГУ на государственном служащем Так получилось, что на первом курсе я поняла, что не хочу быть государственным служащим А научиться нужно И я открыла свой фонд поддержки и развития культурных инициатив Мы помогаем ветеранам и деткам с ограниченными возможностями А так просто маленьким деткам, которым нужна развлекательная программа И развитие в дальнейшем Мое основное хобби — это танцы Я занималась танцами 16 лет Сейчас у меня своя студия Я преподаю маленьким деткам, девушкам и взрослым женщинам Мои подарки связаны с моим хобби Я дарю вам имбирные пряники в форме балерин И для вас, октябристов, у меня тоже есть подарок О, конечно! Ну, выбросил Выбросил, да, спасибо тебе большое Паме привет И маньте тоже Так, 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 это что? Это просто я их хорошо знаю, как оказалось, да Может, не подарок, а я всех узнал Алло? Нет Надо голосовать «Да» Коробочку сама упаковала, однозначно Еще раз аплодисменту Зиняковичу Мария На сцене приглашается шестая участница Тириус Полина Добрый вечер Меня зовут Тириус Полина Мне 19 лет Я студентка Тюменского государственного университета Финансово-экономического института 14 лет я занималась художественной гимнастикой Спорт И за это время я достигла звания кандидата в мастера спорта Состоялась в сборной ханты-мансийского автономного округа Львы Спорт воспитал вами смелость, стойкость, умение продает любые препятствия на пути к победе Вот и сейчас я здесь, чтобы показать, что храбрость и стойкость в сочетании с нежностью и добротой способны покорить любые вершины И в заключение хочется сказать, дорогие девушки Все мы здесь соперницы, но не враги Поэтому всем желаю удачи и хорошего настроения В преддверии Нового года, такого семейного и домашнего праздника, мне хочется преподнести вам небольшой презент Именно запахом хвои в наш дом в ходе новогоднего настроения и ощущения приближающегося праздника Ель способна дожить до 200 лет Сибирская — до 400 Это растения, которые не спугнут морозом и знойным ветром А цветы — это рельсотворение нежности и красоты Аплодисменты Еще раз вам дай аплодисменты, друзья Аплодисменты Я не удивлюсь, если кто-нибудь принесет конверты с деньгами и положит перед жюри Это будет весело и задорно Это было участие за под номер 6 «Илиус Малина» На сцену приглашается участие под номер 7 «Быкова Карина» Я приветствую уважаемые жюри Меня зовут Карина Быкова, мне 28 лет Участие в конкурсе для меня — это абсолютно новый опыт Потому как предыдущие 10 лет моей жизни я посетила Катериза Моя деятельность была связана с активными продажами и рекламами Начиная с низшей ступени карьерной лестницы, я двигалась к своей цели Я получала повышение и достигла должности руководителя отдела продаж Наряду с этим у меня есть три диплома, в том числе и о высшем познании А также я хотела бы рассказать о своем увлечении Я как представитель воздушной стихии испытываю неуёмную страсть к полётам и всему неземному И вот в этом году я осуществила свою мечту Совершив прыжок с парашютом Самостоятельный прыжок в бизнес-структоре С высоты одной тысячи метров Получив незабываемое впечатление на всю жизнь И в продолжении моего рассказа я хочу подарить вам сладкий призем Символичный Прямо символизирует Небо Я желаю, чтобы для вас этот подарок был таким же лёгким и воздушным, как моя стихия Благодарю за внимание и отдельную благодарность Варваре за предоставленную возможность участия в этом конкурсе Мне ужасно всё нравится и я просто получаю огромное удовольствие Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Поддержим аплодисментами Карину АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕС ПЕС На сцену приглашается участие западного номера 8 Тарасова Анна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бываю я разной. Танцую, пою. Сильна. Извините. Сильна, переносливая. Больше всего я на сети хочу добра, теплоты на все время. Спасибо. Хочу преподнести подарки. Желаю. Анечке, аплодисменты. Участница по номеру Киеве. Никишина Анастасия. Отлично. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Никиша Анастасия. Я ученица гимназии номер 83. Мне 16 лет. Мне 17 лет. Я закончила художественную школу. После я закончила курсы подготовки вожатых и работала вожатой в Ребячьей Республике. Мне очень нравится общение с детьми. Я сама выросла в благотворительной семье и понимаю, что сейчас в России действительно нужно больше детей. Я занимаюсь благотворительностью в рамках своей школы. Я куратор российского движения школьников своей школы и помогаю, обучаю детей правильно вести благотворительную деятельность, помогать людям. У нас два направления как потеряшки, так и помощь пожилым людям. Свой подарок я хотела сделать с Новым годом. Я очень люблю украшать все дома и решила сделать такой подобный подарок для вас. А также мандарина, потому что это мой любимый фрукт и они очень вкусные. Подарочные пакеты все больше и больше. Интересный конкурс. Я задумаюсь о этом. Мужской провести. Я же тебе говорил, пойдем в жюри. Ладно, я поведу, поведу. Нет, кому-то надо здесь отдуваться. Итак, друзья мои. Десятая участница девятого Юлия. Девяткого. Всем добрый вечер. Добрый вечер, жюри. Меня зовут Девяткого Юлия, мне 19 лет. Я студентка третьего курса Тюменского государственного университета. И совсем скоро я стану учитель математики. Выбор профессии был не случайным, ведь учитель – это основа будущего поколения нашей страны. Каждый из нас считает укладом в своей жизни семью. Я очень люблю своих родителей, люблю своих бог-братьев. В свободное время я стараюсь саморазвиваться. Я читаю, смотрю фильмы, увлекаюсь театральным искусством. Благодаря ему я стала раскрепещеннее эмоционально. Я занималась спортом. Благодаря ему я почувствовала командный дух. Я стала сильнее физически. От конкурса я жду не только новых знакомств, новых эмоций, но в первую очередь победы. Мой подарок для вас будет очень символичным в преддверии наступающего праздника. Символом каждого Нового года у нас ёлка. Какая ёлка без ёлочных шаров? Ёлочные шары необычные, они с сюрпризом. Внутри символ Нового года – это петух. Позвольте вам подарить. Зачем тебе победа в нашем конкурсе? Зачем? Просто я вам расскажу. У нас как раз она представляла артюмент на конкурсе «Вестуденчество России». И как бы очень высокий параллун конкурс. Ну, конкурс интеллекта, творчества и спорта я уже прошла. Остался конкурс красоты. Надо же доказать, что я самая красивая. Молодец. Тебе это удастся легко сделать. Ещё раз аплодисменты девяткого Юлия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моделью в агенстве. И очень хочу, чтобы модельная карьера у меня сложилась. В свободное время я учу английский для работы, и также я считаю, что для успешной карьеры необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Но я очень люблю сладкое, и поэтому сегодня приготовила для вас мой любимый десерт. Дождем, какую сладкость ты хочешь стать моделью? Да не любит она, посмотри на меня. Встречаем аплодисменты. Интересно, что там за десерт? Сладкая морковка. Это был АТО, шагинерский номер. На сцене начинается участвовать 12. Валявина Америка. Добрый вечер, уважаемые жюри. Меня зовут Алья Америка, и мне 16 лет. Я ученица 10 класса, школа номер 89. Моими вручениями являются игра, волейбол, катание на горных лыжах, чтение книг и готовка. Я очень открытый, честный, добрый и искренний человек. По моему мнению, жизнь должна быть сладкой, и именно такой будут мои сегодняшние подарки для вас. Отлично! Чай в студию, пожалуйста. Жюри чаю уже бросит. Пора им отведать то, что девочки приготовили. Может быть, даже своими руками. Это радует. Модельная карьера у меня сложилась. В свободное время я учу английский для работы. И также я считаю, что для успешной карьеры необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Но я очень люблю сладкое, и поэтому сегодня приготовила для вас мой любимый десерт. Подожди, в какой сладкости ты хочешь стать моделью? Да не любит она, посмотрите. Встречаем аплодисментами. Интересно, что там за десерт? Сладкая морковка. Это был Аша, 11 номер. На сцену Аша сейчас будет 12. Малявина Эрика. Добрый вечер, уважаемые жюри. Меня зовут Аяна Эрика, и мне 16 лет. Я ученица 10 класса, школа номер 89. Моими вручениями являются игра, волейбол, катание на горных лыжах, чтение книг и готовка. Я очень открытый, честный, добрый и искренний человек. По моему мнению, жизнь должна быть сладкой, и именно такой будут мои сегодняшние подарки для вас. Отлично! Чай из курса, пожалуйста. Так, жюри к чаю уже бросит. Пора им ответить то, что девочки приготовили. Может быть, даже своими руками это радует. Я учусь в тюменском устране в университете на третьем курсе. Я будущий геофизик. На самом деле это очень сложно, но безумно интересная профессия. Также более 10 лет я занимаюсь дефиле, я выступала в роли преподавателя. Преподаватель дефиле и динографии. С самого раннего детства я ищу себя во всех сферах. Но остановилась я на дефиле, на моде. Я действительно чувствую себя в тарелке. Я действительно чувствую себя уверенно счастливой на сцене перед зрителем. Также я хочу вам сказать, что участницам пожелать огромной удачи, успеха. И действительно считаю, что каждый из твоего вперед. Ну, а прио, ладно, с моего начала. Вот. И хочу вам подарить небольшие подарки. Для меня семья это что-то такое теплое, нежное, очень сохранное. И я хочу вам передать частичку тепла. Частичку улыбки и преддверии Нового года. Я хочу, чтобы вы действительно ощутили это счастье, это радость. И я хочу вам подарить небольшие сюрпризики. Давайте послезаем. В мешочке. И хочу, чтобы вы действительно улыбались каждым днём. Чтобы вы были очень счастливыми. Хочу сказать спасибо огромное. За то, что она такой конкурс организовала. Я безумно рада. Мне очень жалко, что это всё подходит уже к концу. Спасибо огромное. Я готова на всё. Аплодисменты. 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 Спасибо. Участливая номер 14. У Жуланова Екатерина. Всем добрый вечер. Меня зовут Жуанна Екатерина. Мне 17 лет. Я выпускнула будущей выпускницей 34-го лицея. С 3-х лет я занималась аэробикой в течение 7 лет. Потом я занималась 3 года боевым искусством айкидо. И получила 7-й киев. Точнее, это жёлтый пояс. После чего я 2 года занималась ушу. Сейчас я в спорт... Ну, от серьёзного спорта уже отошла. Я занимаюсь просто в спортзале. Так как я очень люблю детей, решила попробовать себя в роли вожатой. И 2 года успешно работала. Сейчас я просто провожу мероприятия в своей школе. Наша школа единственная, которая проводится ежедневный флешмот. Для того, чтобы дети свою энергию отдавали в танце. А не друг на друга, чтобы мы бегали. Я считаю, что делать что-то со своими руками опять есть талант. И хочу подарить вам плодисового творчества. Рукодельница ещё, к тому же. Ещё раз аплодисменты. Дига Зимеев. Участница под номером 16. Морлик Валерия. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Халелия. Мне 17 лет. Я ученица гимназии номер 83. С 12 лет меня интересовала, я работала в самом лучшем лагере Тюменской области, Ребятчей Республикой. Я была вожатой с детьми-подростками. Во время работы я поняла, что я хочу связать свою будущую профессию с частичкой счастья, потому что дети — это цветы жизни. Я — счастливый человек. Немножко хочу рассказать вам о красной нити. Красная нить — это защита от негативной энергетики. Надевается она на левую руку, потому что, как рассказывали, с левой руки входит вся негативная энергия. Трегири — члены жюри. Разрешите мне предоставить вам маленькие подарочки. Добрый вечер. Меня зовут Хальдулина Алина. Мне 16 лет. Я ученица 42-й школы 10-го класса. 6 лет я занималась цирковой гимнастикой. В том учебном году я закончила художественную школу. Также я занималась в двух модельных агентствах — «Шабелье» и «Топ-Топ-Студио». Берут, берут. Не знаю. Капланаху даже нет. Белисика. Она будет первая из теми не полетит. Еще раз бурные аплодисменты Алине. Презентация каждой участницы у нас прошла. Сейчас будет творческий конкурс. Продолжение следует.